Первое, это должна быть хорошая разминка, очень хорошая разминка. У спортсменов, профессионалов разминка занимает час-полтора, это разминка. Прогрев суставов, растяжка. То есть для того, чтобы мы бегали правильно, наши суставы, наши мышцы связки должны быть к этому готовы. То есть это не значит, что встал и погнал. Ну, дальше. Относительно бега. Бегать долго не значит, ну, долгий бег в таком своем режиме, он подразумевает собой работа на сердечно-сосудистой системе, это классно. Это здоровье, это доступ к кислороду. Но бывает такое, я бегаю там столько, много, а вот почему-то там в забеге, вдруг, что ж такое? Не так, как я себе предполагала. Бегать долго не значит быть быстрым. Это вообще ничего не значит. Вы можете бегать сколько хотите. Для того, чтобы бегать быстро, нужно иметь взрывную силу. Взрывная сила просто бегом, она не тренируется. Взрывная сила тренируется специальными упражнениями. Нужно бегать мало, но правильно. Поэтому тренировки, они должны составлять такой, как бы, четкий иметь график. Разминка, растяжка. В разминку входят легкие просто там пробежки, специализированные упражнения, растяжка, опять специализированные упражнения и уже потом забеги. Это то, как тренируется, в общем, как бы правильно тренироваться. Если вы просто, как любители, хотите, например, утром встать, где-то пробежаться, возможно, вы участвуете в марафонах или в каких-то кроссах, вам будет очень полезны те упражнения, которые мы сегодня с вами будем разбирать, так как мы с вами потренируемся. Они будут полезны в чем? Вы будете затрачивать меньше энергии и получать больший результат. Я сейчас быстренько скажу то, что потом мы начнем тренироваться, вы будете разгорячены, я не хочу вас останавливать и начинать рассказывать. Первое. В беге. Кажется, что у нас самое главное? Дыхание. А еще что у нас ноги? Ноги переставляют. Ноги. Ноги. Но, к сожалению, это не самое главное. Самое главное это руки и дыхание. А потом уже будут ноги. Руки в чем вопрос? Вопрос рук. Вы как замечали, что когда вот бегают, да, вот по-разному руки держат люди, да? Ну, если вот так вот, когда-то обращали внимание, некоторые даже вот так еще бегают. Это пианисты. Пианисты, да. Руки. Руки у нас отображают движение ног. И обратно. Ноги отображают движение рук, руки отображают движение ног. Нарушение в работе рук ведет нарушение работу ног. Поэтому руки у нас должны быть. Это мы сейчас просто сразу же потом, чтобы я не возвращалась к этому. Кисть, она не должна подниматься выше уровня, ну, лица, будем говорить. От этого быстрее бежать вы не будете. И вот от такого тоже бежать быстрее. А че ты как-то просматриваешься и не дышишь? Ну, не будет быстрее. Руки должны двигаться четко. Они не должны торчать в разные стороны. Они должны ходить четко. Это уровень подборота к лицу и уровень кармана.